Друзья, всем привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня пеку неимоверно вкусный хлеб, который может испечь даже 6-летний ребенок. Да-да, это правда! Метод хлеба без замеса И не могу нарадоваться этому супер легкому методу, а результат просто реально бомба! Итак, какие ингредиенты нам сегодня понадобятся? Это мука, 400 грамм хлебной муки. Если у вас нет хлебной муки, смело берите обычную белую муку общего назначения. Также нам понадобится 300 грамм прохладной воды. Вода должна быть именно прохладной, не холодной, не теплой, не горячей. Именно прохладной. С такой водой этот метод работает. Также нам сегодня понадобится 1 грамм сухих активных дрожжей. Они могут быть сухие, активные или быстродействующие. Можно брать и те, и те. Также 8 грамм соли. И это все. Ну что, давайте приступим! В миску с просеянной мукой добавляю соль и сухие растворимые дрожжи. Все перемешаю лопаткой. Постепенно добавлю прохладную воду и буду замешивать тесто. Тесто нужно замешивать приблизительно 30 секунд. Вы не ослышались, именно 30 секунд. Это необычный метод и те, кто с ним не знаком, естественно, это для вас выглядит немного странным. Но это реально работает. Вымешиваем 30 секунд. Если вы увидели, что у вас осталась еще мука, добавьте 1-2 столовые ложки воды. Для того, чтобы все ингредиенты между собой соединились. У вас должна получиться липкая масса, очень липнущая к рукам тесто. Вот такое. Далее. Миску с тестом накрываю пищевой пленкой и оставлю в теплом месте минимум на 12 часов, максимум на 18 часов. Обычно я оставляю на 18 часов, потому что, по моему опыту, именно это количество часов дает прекрасный результат. Простыми словами, замесили хлеб сегодня, а печь будем его завтра. Прошло 18 часов и посмотрите, как выглядит тесто. Оно должно у вас запузыриться и увеличиться в объеме. Помните, что тесто очень жидкое, оно непривычное. Обычно для хлеба тесто совсем другой консистенции, но пусть вас это не пугает. Этот метод реально работает. Рабочую поверхность нужно очень обильно присыпать мукой. Тесто выкладываю на рабочую поверхность таким образом, чтобы та часть теста, которая была на дне, получилась на рабочей поверхности сверху. Для этого можно использовать лопатку для блинов или использовать скребок для теста. Тесто очень липкое, но пусть вас это не пугает. Сверху немного присыпаю мукой. Формовать такой хлеб проще простого. Это самый легкий метод формовки хлеба, который я когда-либо пробовала. Смотрите, сгибаем одну сторону к центру, затем другую сторону к центру. И то же самое проделываем с другими сторонами. Складываем как бы конвертом. Если тесто липнет, у вас всегда под рукой есть мука. Немного присыпаем и сгибаем. И все, на этом формовка хлеба закончена. Но я для себя этот метод немного усовершенствовал. И сейчас я вам покажу, что еще я делаю дополнительно. Пекарь этого не показывает в книге. Я сгибаю еще раз все-все-все стороны к центру. Тем самым как бы формируя большую булочку. Именно этот метод. Почему я это делаю? Потому что тесто само по себе очень жидкое. И чтобы добиться очень ровной и красивой формы, этот метод, как на мой взгляд, очень помогает. Ну а вы решайте уже сами, как вам удобно делать. Пекарскую бумагу я обильно присыпала мукой. И перекладываю туда хлебное тесто швом вниз. Вот так. Автор этого метода, Джим Лахи, советует использовать не пекарскую бумагу, а кухонное полотенце, обильно присыпанное либо мукой, либо кукурузной мукой, либо отрубями. Можно и то, и то, и то. Но я использую именно пекарскую бумагу. И хочу объяснить почему. Потому что после растойки тесто нужно будет перенести в кастрюлю. И когда вы растаиваете тесто на кухонном полотенце, тесто достаточно жидковатое, перенося в кастрюлю, можно повредить его форму. А если вы растаиваете на пекарской бумаге, как я для себя адаптировала этот метод, тогда вы просто берете эту пекарскую бумагу и вместе с ней переносите в кастрюлю. Вот так вот. Очень легко и просто. Накрываю тесто кухонным полотенцем и оставляю для растойки на 2 часа. Хлеб без замеса выпекают в чугунной кастрюле. Я буду использовать вот такую. Поставлю кастрюлю в холодную духовку, включу температуру 245 градусов Цельсия. Или можно 250 градусов Цельсия. И буду нагревать кастрюлю в духовке полчаса. Многие из вас пробовали мой рецепт чабаты за 4 часа. И вы прекрасно знаете уже этот метод. Там тоже противень нагревался в духовке. Тот же самый метод используется и для хлеба для замеса. Итак, кастрюлю отправляю в духовку нагреваться на полчаса при температуре 245-250 градусов Цельсия или 475 градусов по Фаренгейму. Прошло 2 часа. И давайте посмотрим, как выглядит тесто для хлеба. Вот посмотрите, оно очень хорошо поднялось. И даже не верится, что в этом тесте всего четверть чайной ложки дрожжей. Кастрюля тоже уже нагрелась. Я ее вытащила из духовки и сразу же нужно перенести туда тесто. Если вы растаиваете на полотенце, берите тесто руками и переносите в кастрюлю. Если на пекарской бумаге, как я, посмотрите, как легко это делать. И не повреждается форма хлеба. Закрываю сразу же крышкой, отправляю в духовку. Буду печь с крышкой 30 минут, а затем крышку снимаю и буду печь еще 20 минут без крышки. Итак, хлебушек готов. Посмотрите, какой красивый он получился. Легко его перекладывать с помощью пекарской бумаги на решетку. И сейчас его нужно полностью остудить. Минимум 1 час и только тогда его нарезать. Посмотрите, ребята, какая красота у меня получилась. У вас получится такая же и даже лучше. Давайте разрежу хлебушек и покажу вам, каким у нас получился мякиш. Сначала корочка хлеба после выпечки очень твердая, а затем она становится мягче. Ребята, посмотрите на этот мякиш. Это же такая прелесть. Текстура хлеба просто волшебная. И не верится, что этот хлеб требует настолько минимальных усилий, что меньше уже даже не придумаешь. Если вы никогда в жизни не пекли хлеб, я вам советую попробовать этот метод. Он реально работает. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok